Во вторник мы говорили о том, как рисовать прямые и чистые линии в фотошопе. Я также показал вам, как пользоваться овальным выделением для создания плавных кривых. Сегодня мы объединим эти две техники и создадим контур этого объекта. Итак, приступаем к работе. Кисть, которую я буду использовать во время работы, немного похожа на инструмент перо. Ее поведение зависит от прилагаемого давления, но не особо сильно. Если вы хотите, то можете использовать кисть, которая не чувствительна к давлению. В этой работе параметр непрозрачности для вас не важен. Я начну с того, что очертю внешние контуры, определяющие форму объекта. Я буду выходить за пределы наброска. Я рисую нужную мне линию, четкую и уверенную, а затем просто стираю лишнее. Перед тем, как стереть ненужные линии, мне обязательно нужно разобраться с эллипсами. Поэтому я создаю новый слой и создаю эллипс. После чего я нажимаю выбрать трансформация выделения. Select Transform Selection. Так я могу редактировать форму моего эллипса. И когда с редактированием закончено, я нажимаю Answer. И выбираю правка, обводка, Edit Stroke. И с этого момента я буду использовать горячие клавиши, чтобы вызывать меню обводки. Так что больше я не буду открывать его мышью. Затем создаю еще один контур на новом слое. И опять нажимаю обводка, Stroke. Хорошо. Два эллиптических контура выглядят неплохо. Поэтому я объединяю их в один слой. После чего я вернусь в первый слой с линиями и удалю ненужные. Затем на новом слое я наложу задний эллипс. Трансформирую выделение. Подтверждаю изменения. Нажимаю кнопки обводки. И снова удаляю лишнее. Смотрите. Ну хорошо. Теперь я немного ускорю воспроизведение. На этом этапе я работаю над оставшейся частью внешнего контура. И честно говоря, я не особо люблю ускорять видео. Но в этом случае в работе слишком много однотипных повторяющихся действий. Я думаю, вам все равно будет полезно увидеть процесс работы от начала и до конца. Так что мое воспроизведение ускорено в три раза. К тому же я скрыл курсор. Поэтому вы видите только результат работы. Плюс я скрыл окно со слоями. Но хочу заметить, что я не люблю, когда у меня слишком много слоев. Я создаю пару слоев, работаю с ними, а потом объединяю их. Итак. У меня есть две цилиндрические трубки, которые практически идентичны. Одна из них меньше, чем другая. Но нет смысла в том, чтобы рисовать их по отдельности. Я сначала нарисую первую трубку, копирую ее полностью и затем немного редактирую, размещая ее, чтобы она точно легла на нижний контур. Так я экономлю кучу времени. На дне цилиндра видны небольшие конусы. У нас есть четыре абсолютно параллельных эллипса, которые находятся рядом друг с другом. Обычно я рисую самый большой элемент, чтобы сэкономить время. Затем копирую его, слегка сжимаю и сдвигаю немного в сторону от центра. И так вы экономите много времени, не делая одну и ту же операцию несколько раз. Сейчас, когда основные контуры уже нарисованы, я работаю над деталями поверхности. Заключительный этап работы над деталями я покажу в обычном режиме без ускорения. Мне нужно обозначить ребра на боковой стороне цилиндра. Вместо того, чтобы несколько раз рисовать одно и то же, я просто нарисую ребро один раз и затем скопирую его. Вот так я работаю над ребрами и деталями поверхности. Смотрите. Теперь я немного сотру линии ребра, чтобы они не выделялись по сравнению с внешним контуром. Я хочу, чтобы этот рельеф этих деталей был мягче и сглаженнее. Хорошо. Затем, когда я закончил работу с ребром, я копирую его, уменьшаю согласно правилам перспективы. Это отличный пример того, как компьютер может сделать работу за вас. Я уже нарисовал одно ребро. И рисовать остальные не особо интересная работа. Поэтому я решил, пусть компьютер сделает за меня все остальное. И затем я объединяю ребра в один слой и удаляю лишние линии. И вот я скрываю начальный набросок. Смотрите. И вот я скрываю начальный набросок. Как видите, вместо него у нас теперь аккуратный и чистый контур. И перед тем, как закончить, мне хотелось бы поблагодарить читателя XRG. Он указал мне на одну из опций, которой я раньше не пользовался. Это команда «Трансформация выделения». Об этой опции я мечтал годами. И оказалось, что все это время она уже была в фотошопе. Я просто об этом не знал. Как вы видите, в фотошопе есть много маленьких секретов, которые могут серьезно облегчить вам работу. Спасибо XRG. Если у кого-то есть еще интересные замечания, пишите их в комментариях. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.